привет привет зима близко вы смотрите киноманию я ее ведущий гоша и опять не удержался сделал отсылку на игру престолов может быть когда-нибудь перестанут так делать но не сегодня таков путь а вот это более уместная отсылка из мандалорца потому что сегодня примерно половина программы уйдет на представление различных проектов от disney сначала про холодное сердце 2 в анонсе кинопремьера затем про их сериалы с которых начал работу стриминговый канал disney plus потом отдельно про проекты которые они презентовали на d23 в калифорнии а в завершении новости и мои советы где удобнее всего смотреть сериалы онлайн и так как говорят в кино свет камера мотор новинки кино кто-то ждал а кто-то нет прокат вышла вторая часть холодного сердца поговаривать что это продолжение которое мы заслужили а еще как сказал один из руководителей российского подразделения disney мы услышим песню которая заткнет за пояс отпусти и забудь добавлю что у нас мульт еще не стартовал а уже собрал в прокате 350 миллионов в сиквеле королевство его населению грозит опасность поэтому эльза и она вместе с друзьями отправляются в путь на север след за голосом который слышит только эльза чтобы раскрыть тайны прошлого и всех спасти им предстоит попасть зачарованный лес в который не только невозможно попасть но и невозможно выйти как бы я не относился коммерческим продолжением этот мультфильм будет хорошим поводом сходить со своим ребенком в кино и отлично провести время королевство в опасности дисней представляет найди того кто взывает к тебе и может получишь ответ я иду с тобой она нет прости я забралась на северную гору пережила холодное сердце и спасла тебя от своего бывшего так что я иду с собой а это нормально где это мы как вы попали в лес туман расступился перед нами может быть где ты обучилась магии эльза уходи скорей нельзя же идти за мной в огонь тогда не надо ходить в огонь волшебство очень притягательно без тебя она может расплавиться вновь защитим ренделл любой ценой я в тебя верю эльза верю всем сердцем холодные сердце 2 района джонсону сильно досталось от фанатов звездных войн после последних джедаев как он признался в одном интервью это его сильно подстегивала работой над новым проектом судя по предварительным оценкам достать ножи отличное кино кстати официальная премьера этого фильма состоялась 28 ноября но его можно было посмотреть всю прошедшую неделю почти во всех кинотеатрах начался ограниченный прокат я к сожалению еще не посмотрел пойду наверное на выходных и так перед нами детектив с весьма типичной завязкой семья приезжает отпраздновать 85 день рождения богатого родственника в этот же вечер он погибает у всех есть мотив совершить преступление видимо дальнейшие действия будут выбиваться из общих правил иначе критики не стали бы так хвалить а еще тут просто шикарный актерский состав а крис эванс перестав быть капитаном америка и решил восполнить недостаток ругательств на экране смотрим трейлер а потом решаем идти на него или нет да вы все перерезать друг друга готовы иди нафиг а если подумать иди в задницу как тебе такое иди в задницу иди в задницу иди в задницу в задницу ты тоже в задницу ты что-то знаешь выкладывай чую тут грязная игра и сейчас все здесь под подозрением ухты клубок запутанный и мы не распутали его пока еще у нас тут следственный изолятор и буфет признаться честно этот фильм я ждал больше всего но сильно смущает название лев яшин вратарь моей мечты что за вратарь моей мечты опять попытка сыграть на всеми забытых смешных роликах из интернета ладно неважно важно что фильм расскажет про человека который для меня всегда был и будет легенды номер один спорте лев иванович яшин считается лучшим вратарем в истории футбола занимаясь футболом я одно время тоже защищал ворота а пример брал с него я очень надеюсь что фильм сделали с большим уважением и любовью к черному пауку так прозвали яшина за неизменный черный свитер с буквой d и манеру игры для меня этот фильм обязательно для просмотра как и для всех ценителей футбола хоть бы фильм хорошим получился а эту грёбаную победу чтобы родина вами гордилась чтобы они вас запомнили мечтать игру на футболом живой растет меняется одной реакции мало пойму я тебе лена руки есть голова работой ну чего тебе этот футбол за поражение команды должен тот ответить персонал яшин уже отыграл с вами яшин это и есть команда это футбол старые заслуги не в счет ваш результат когда станешь за сборную играть помни ты выходишь не просто так дерьмо пинать за тобой страна люди так что постарайся не огорчать их прекрасная эпоха это прекрасный пример французской драмы с примесью романтики пожилой писатель хочет снова окунуться в то время когда он был молод и только-только познакомился своей женой в этом ему помогает организация которая может воссоздать любую эпоху пожеланию клиента герой понимает что все это лишь декорации и актеры но все же верит и не хочет чтобы иллюзия заканчивалась как дальше будут развиваться события непонятно узнать можно только сходи в кино последний примерный четверг месяца и последняя неделя ретроспективы фильмов чарли чаплина весь ноябрь нам показывали его работы малыш огни большого города великий диктатор закрывает показ фильм с символичным названием новые времена бродяга чарли работает на заводе за конвейером начальнику наплевать на рабочих лишь бы скорость конвейера была высокой от невыносимых условий труда у чарли случается нервный срыв после чего он и попадает больницу дальше начинается череда нелепых и комичных событий из-за которых главный герой оказывается в тюрьме а потом знакомится с девушкой классическое кино которое даже спустя 80 лет не теряет своего шарма деснея начал свой завоевательный поход в области стриминговых платформ свой канал мышиный дом запустил 12 ноября выпустив два сериала они же являются основными примерами малых экранов в середине ноября далее о них подробнее главная премьера первый художественный сериал по звездным воинам шоу которое пропитано духом оригинальной трилогии но при этом добавляет нотки вестерна все это мандалорец от джона фавро где в роли безымянного наемника педро паскаль кстати маску он не снимает поэтому верим титрам сюжет разворачивается между возвращением джедая и пробуждением силы то есть империя пала а первый орден еще не стал так могущественным в это время главный герой получает заказ найти кое-кого очень важного риск высок но и награда стоит того вышло уже три серии и я не знаю как вы скрываетесь от волны спойлеров если вам это вообще удается я смотрю мне нравится мне интересно мне красиво жду выхода четвертой серии а пока можно посмотреть еще раз трейлер а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok А вместе с Мандалорцем вышел и классный мюзикл, основанный на одноименной франшизе. Если вы смотрели хоть один из этих фильмов, то уже знаете сюжет. Все как обычно. В школе собираются поставить мюзикл, набирают всех желающих. В итоге собирается разнообразная команда, которая предстоит в итоге зажечь на сцене. Будет много песен, танцев, подростковых проблем, разговоров о любви, дружбе и нахождении себя. Но есть одно но, которое может заинтересовать больше зрителей. Дело в том, что сюжет разворачивается в нашем мире, а не в мире классного мюзикла. Действия разворачиваются в школе, где снимали первую часть и снят в формате псевдодокументального кино. Может даже и посмотрю одну-две серии. Нравится, когда добавляют свежие идеи и смотрят на что-то под другим углом. Я не знаю, что здесь нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok В конце лета прошла большая конвенция Disney, где представили в том числе и вышеперечисленные сериалы. Показали и рассказали и многое другое, но я только об основных примерах будущего. Сразу же скажу, что я на Комиконе тоже был на презентации продуктов Disney. И там было объявлено, но в завуалированной форме, что студия не планирует выпускать оригинальный продукт, только сиквелы, приквелы, ремейки и спин-оффы. За творчество из всех подразделений будет отвечать только Пиксара, которые готовят мультфильмы «Вперед» и «Душа». А теперь продолжим. Сериальная вселенная «Звездных войн» пополнится двумя сериалами. Первым станет шоу про Оби-Ван Кеноби в исполнении Иона МакГрегора. По словам актера, за 14 лет его уже достали вопросом, сыграет ли он еще раз джедая, и, наконец-то, может ответить «Да». Съемки начнутся только в следующем году. Второй будет про Кассиана. Это тот, которого в «Изгое-1» сыграл Диего Луну. Но ничего конкретного нет. Про Оби-Вана мы вряд ли забудем, а вот «Изгой-1» часто стирается из памяти. Поэтому давайте посмотрим трейлер и вспомним, кто такой Кассиан. Хочешь выбраться? Лишь наше сопротивление способно пошатнуть империю. И ты можешь нам в этом помочь. Когда ты в последний раз контактировала с отцом? Что это? Похоже, он руководит разработкой супероружия. Если это создал мой отец, надо найти его. Ладно. Сколько людей нужно? Они запрашивают позывной. Изгой. Изгой-1. Мощь, о которой идет речь, неизмерима. Если империя обладает такой мощью, у нас нет шансов. У нас есть надежда. И она в сердце любого восстания. Они не знают, что мы идем. Запомните этот момент. Он дышит силой. И пусть десять бойцов покажется сотней. Мы используем любой шанс. Снова и снова. Мы же повстанцы. Спасите сопротивление. Спасите мечту. Про многие сериалы, которые будут входить в киноселенную Марвел, я уже рассказывал. Они будут про тех персонажей, которые мы уже видели на большом экране. Локи, Сокол и Зимний Солдат. Ванда и Вижн. Соколиный глаз. А также, что если? С альтернативными версиями известных героев. Но есть три абсолютно новых героя, которые дебютируют на малых экранах. Первый это «Лунный рыцарь». Про наемника, который погибает на миссии в Египте. Но мистическим образом оживает и становится загадочным антигероем в белом плаще. Я читал комикс и мне понравился. Обещают, что до становления лунным рыцарем героя ждут захватывающие приключения. Второй сериал будет про мисс Марвел. Кевин Файги особенно подчеркнул, что у этой героини будет важное место в четвертой фазе киновселенной. Изначально она задумывалась как женский вариант капитана Марвел. Но со временем все изменилось и теперь же она первая пакистанская супергероиня. Ну а третий это «Женщина-Халк». По сюжету комикса главная героиня юрист, а по совместительству двоюродная сестра Брюса Беннера. После покушения ей срочно требуется переливание крови, а единственным донором оказывается ее кузен, то есть Халк. Ну как будет в сериале, непонятно. Наконец-то добрались до проектов Pixar. Говорить о них одно удовольствие. Хоть под гнетом корпорации им приходится выпускать продолжение, но они подходят к этому с умом. Не высасывают идеи из пальца, а добавляют новые грани к уже известной истории. Вот например «Монстры за работой». Этот мультсериал расскажет дальнейшую историю жителей Монстрополиса из корпорации монстров. Но сконцентрируется на других героев. А именно тех, кто лишился работы из-за Майкла и Салли. Ведь они умели только пугать, а теперь их труд никому не нужен. Как им теперь найти свое место в новом мире? Вот об этом будет новое шоу, которое будет интересно посмотреть и взрослым. Потому что задевает проблемы человека 21 века. А теперь давайте окунемся в 2001 год и посмотрим трейлер. Здесь ребенок настоящий! Идем? Не видишь? Это же робот-убийца! Не надо паниковать! Надо бежать! Ой! Ай-яй-яй-яй! Киса! Для самых маленьких Pixar подготовил шоу «Вилкинс задает вопрос». «Вилкинс» — это пластиковая вилка из четвертой части истории игрушек. Он будет спрашивать про банальные, на взгляд, взрослого вещи. А другие персонажи этой серии мультфильмов будут остроумно ему отвечать. Идея очень полезна для юных зрителей. Кстати, смотрели четвертую часть «Как вам она?» Вот, кстати, трейлер. Тебе сниму. Нет, не надо, я справлюсь. Фу! Прошу не удивляться, теперь наша главная задача — следить, чтобы ничего не случилось с Вилкинсом. Вуди! Ну вот и не уследили. Бас, надо спасать Вилкинса! Бас, понял. Меня атакует паника! Планы меняются. Джесси, Хэм, Бас, Бо, Рекс, картофель. Осторожнее, приятель. Что же теперь будет? Спасение столового прибора. Шериф, вы справитесь. Мои ребята ветераны, ручаюсь за всех. Летчина помощь будет! Я знаю, кто нам поможет. Дюк Бубомс. Величайший каскадер канаты. О, опек. Он позирует. Да. Дюк, нам нужно... Концовочка. О, как. Хватайся! Вуди меня спасет. Я всю жизнь с ним знаком. Два дня. Это мы вот такие внутри, да? Вся набивка наружу. Вилкинс потерялся, нигде нет. Вилкинс нужен Бонни. Шериф Вуди всегда придет на помощь. Непростой прыжок ожидает вас с Дюком. В смысле? Устроим Бубс. Давай! История игрушек 4. Ну а в завершение расскажу про ремейк Леди и Бродяги, примера которого состоялся все так же 12 ноября на стриминговой платформе. Это первый ремейк Дисней, который не вышел в кинотеатрах. Критики отмечают хорошую режиссуру, но замечают, что фильм не трогает так, как оригинальный мультфильм. История все та же. Леди, представительница высшего общества, знакомится с уличным сом-бродягой. При желании этот фильм можно посмотреть прямо сейчас, а пока трейлер. У меня нет поводка. К сожалению. Со мной. Каждый день станет приключением. Субтитры создавал DimaTorzok Вау, это потрясающе. В одном из интервью Генри Кайл рассказал, как пробовался на роль Джеймса Бонда в «Казино Рояль». Ему отказали из-за его лишнего веса и полноты. Но актер не в обиде и даже благодарен, так как это подстегнуло его заняться собой. Вот к чему это привело. Посмотрите на него в трейлере «Ведьмака». Новый Бэтмен пополняет свой каст. Роль криминального босса Кармайна Фальконе сыграет Джон Туртура. Перед премьерой рекламная компания ирландца оккупировала целый район Нью-Йорки, а именно маленькую Италию на Манхэттене. Пост-хоррор «Маяк» продолжает собирать номинации и похвалу критиков. А также стала известна дата релиза фильма на цифровых устройствах – 20 декабря. Прокат в России стартует только 30 января. Многие уже успеют посмотреть дома. Перед премьерой девятого эпизода «Звездных войн» развернулась история, достойная отдельного фильма. Несколько дней назад на eBay в продажу поступил сценарий вышеупомянутого фильма. Но сотрудники Lucasfilm быстро сориентировались и объявление пропало. Рассказывают, что некий актер забрал сценарий с собой в номер, где его и забыл. Пришел уборщик и забрал его себе. Потом передал третьему, и тот уже выставил сценарий на продажу. К примеру, фильма «Годзилла против Конга» перенесли с 13 марта на 20 ноября 2020 года. Причина не уточняется, но обычно такое происходит из-за сбоя в рабочем процессе. Официально вторая часть «Аватара» выйдет с 17 декабря 2021 года, спустя почти 12 лет после выхода оригинала. Хорошая компьютерная графика обычно жирает приличную часть бюджета фильма. Но тут выяснилось, что ребрендинг внешнего вида «Соника» обошелся всего в 5 миллионов. Для большого кино это мало. Я в последнее время все чаще и чаще смотрю онлайн, поэтому даже чуть не забыл пароль от рутрекера. Не нужно ждать, когда скачается, можно продолжить смотреть с телефона и с того места, где остановился. Это в принципе удобно, если разобраться. Сериалы я смотрю на нескольких сервисах. Выделяется своей халявностью многострадальный фан-сириал, с которой все блокируют-блокируют, да не вызаблокируют. Там есть почти все, а если еще и VPN установить, то надпись «Недоступна в вашей стране» вам не грозит. Сайт работает исправно, только плагин установил. А вот приложение и мобильная версия стали подводить. С телефона не всегда удается включить что-то перед сном. Но это незаконно и так делать нельзя. Много сериалов смотрю с Кинопоиск HD. Все работает как часы, они еще и приложение обновили, так вообще благодать. Много эксклюзива. Например, раньше всех можно посмотреть новую серию Рика и Морти, как в оригинале, так и в озвучке Сындука. Здесь же и кино есть, но про это я уже говорил. Сервис платный, стоит 269 рублей в месяц. Но можно оформить по акции. На полгода обойдется все по 200 рублей, плюс билет в кино, почти на любой сеанс и бонусы от Яндекс.Плюс. Получить доступ к 40% лучших сериалов современности и средненьким фильмам, за редким исключением, Ирландец, Рома, Король, в этом мире я больше не чувствую себя как дома, можно подписавшись на Netflix. Первый месяц бесплатно, а потом почти 700 рублей. Но ключом доступа можно поделиться, поэтому оплату можно сократить до минимума. Примерно столько же крутых сериалов будет у вас всегда под рукой, если подключиться к комедиатеке. Этот сервис официальный представитель HBO в России, поэтому именно тут в отличном качестве в Ренше всех посмотрите на новую серию хранителей или, к примеру, нового проекта по Плио «Дом дракона». Стоит такое удовольствие 599 рублей в месяц, но можно эту сумму сократить вдвое, если купить абонемент на 3 месяца за 950 рублей в МВИДЕО. Пробный период составляет всего 7 дней. Сейчас я получил подписку на ОКО до конца года, а вместе с ней еще неделю пользования контентом Амбиотеки. Я уже писал, что в России тоже начинается золотой век сериалов. Чтобы смотреть лучшие отечественные продукты, достаточно двух сервисов – старт и премьер. Они стали вкладываться в производство качественных шоу, приглашать хороших актеров, сценаристов и режиссеров, и делать качественно, чтобы их смотрели и ждали продолжения, а не просто, чтобы забить дыру в эфире, чем попало и абы как. Больше, конечно, премьер-старт – это просто онлайн-кинотеатр. У старта пробный период составляет тоже неделю, а потом почти 300 рублей. Премьер же стоит всего 129 рублей в месяц, но пробный период – всего 3 дня. До встречи на следующей неделе в первом зимнем выпуске. Может быть, сделать подборку теплых добрых фильмов, которые могут согреть вас в холодное время года? Как вы на это смотрите? Но анонс, кинопремер и сериальные разговорчики не отменяются. Они будут по расписанию. В общем, жду вашего мнения у себя в Инстаграм. Чего хотите от следующего выпуска? А пока давайте по обычаю договоримся, что встретимся через неделю в это же время, в этом же месте. Пейте витамины, поднимайте иммунитет, аккуратнее ходите в караоке, а то я кое-как голос восстановил, и больше вам хороших фильмов и сериалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова